Сбор. Общий сбор. Столетие пионерии – особый юбилей. Но, как и все эти годы, нынешние пионеры сохраняют традиции своих дедушек и бабушек – пап и мам. Пионеры всегда были первыми, и сегодня они не сбавляют темп. В такой знаменательный день ребята собрались на площадке перед Центром Молодежного Творчества. Они дали торжественные обещания – быть честными и справедливыми, всегда следовать уставу и традициям пионерской организации. Каждый год у нас просто 19 мая празднуется в пионерских дружинах, регионах, в области, как День пионерской дружбы. Посмотрите на них, они красивые, креативные, современные, добрые, честные, справедливые. Особое внимание было уделено пионерам прошлого столетия, пионерам 20 века. У них была интересная и насыщенная жизнь, и многие участники с интересом и с явно прослеживающейся ностальгией рассматривали атрибуты своей пионерской жизни. Пронзит меня ветром, поющим, резким, и что-то горячее станет у горла, и сердце забьется флажком пионерским. На территории ЦМТ можно было увидеть выставку «Музей в чемодане». Она была создана для того, чтобы старшему поколению можно было вспомнить о своем посвящении в пионеры, снова увидеть форму, галстуки, значки и еще раз погрузиться в то время, когда они были пионерами. Это было почти 60 лет тому назад, без малого. Я вот как сейчас помню, это вот чувство летящей радости. Действительно, вот когда повязали пионерский галстук, хотелось летать. Казалось, готовы горы перевернуть. Вот такое чувство у меня было. Пионеры 21 века только в начале своего пути. И, возможно, пока еще не понимают важности всех слов, которые звучали в их адрес, но они точно знают. Они особенные и должны помогать людям. Пионеры – это люди, которые готовы всегда во всем помогать и поддерживать других людей. Также они должны быть толерантными к людям другой расы и национальности. Мне нравится то, чем они занимаются, помогать людям и толерантно относиться ко всему. Пионеры занимаются делами, помогают пенсионерам, старшим людям, участвуют в БРПО. Я тоже участвовала в БРПО, в «Пионер-лидер» 2022 года и заняла образовое место. Приятным финалом праздника стал небольшой пикник на природе с ароматной солдатской кашей и вкусным чаем.